Еще одна точка роста появилась на территории советского района. Теперь филиал федеральной сети образовательных центров открылся в Таежном. До этого момента в муниципалитете работало 4 точки роста, где дети получают знания в цифровой, гуманитарной, естественно-научной и технической областях. В этом году к проекту присоединились коммунистический и таежный. Образовательные центры создают в малых городах по программе «Современная школа» национального проекта образования. Каждому ученику доступны новые ноутбуки, наборы портативных физических, химических и биологических лабораторий, конструкторы для занятий робототехникой и даже манекен, на котором можно отрабатывать навыки первой помощи. А в следующем году свою точку роста получит Зеленоборск. Это то место, где ученики могут вместе с дружной компанией развлекаться, общаться, получать полезную информацию возможную, а также придумать идеи и многое другое в пользу нашей школы. Дружка роста, она предоставляет много удобств для школьников, поэтому в будущем будет полегче получить профессию. Мне очень интересно, я бы хотел узнать, что там, научиться может чему-нибудь. Возможно, это пригодится мне в новой профессии. В этом году в Урае 17 дворов многоквартирных домов станут комфортнее. Работы начались летом и сейчас еще продолжаются. Где-то появляются новые детские площадки, а в других точках их реконструируют. А сразу в двух дворах западного микрорайона идет комплексное благоустройство. Здесь создают безопасные зоны отдыха для детей, расширяют проезды, увеличивают количество стояночных мест, оборудуют освещение. Масштабное обновление городской среды – плод совместной работы общественников, муниципальных властей и бизнеса. По словам жителей города, такое благоустройство на пользу уральцам разных возрастов, особенно детям. Здесь для маленьких очень интересные и горочки, и спортивные, и для более большого возраста. В общем, интересно. Мы часто сюда приходим. А в Советском районе уже задумались о предстоящей уборке снега. Здесь коммунальщики совместно с муниципальными чиновниками устроили настоящий рейд, чтобы вразумить домовладельцев, которые захламляют общую территорию. Дело в том, что на обочинах возле частных домов здесь часто сваливают мусор, стройматериалы, дрова, оставляют сломанные машины. Естественно, все это мешает технике подрядных организаций, которые убирают снег с улиц. Как говорят сотрудники сферы ЖКХ, из-за таких недобросовестных жителей страдают другие люди. Причем, отмечают специалисты, нарушения можно найти возле большинства частных дворов. Участники рейда постарались с помощью бесед достучаться до совести хозяев домовладений. Для тех же, кого дома застать не удалось, письменные обращения оставили в почтовых ящиках. Сейчас за моей спиной, безо всяких оснований, участок, огороженный домовладельцем, который использует его в своих целях. Но я считаю, это грубейшее нарушение, потому что, в принципе, территория-то ведь, она дорог для всех предназначена. Погрузчики, особенно грейдера, они столкнутся с большими проблемами. Обратите внимание, с другой стороны, это яркий пример, как человек абсолютно по-хозяйски, абсолютно ответственно относится к своей прилегающей территории. У него трава подстрижена, у него забор аккуратный.